Я приехал сюда, чтобы провести несколько занятий. И по тем темам, которые они мне просили, чтобы провести практические занятия с тренерами и их игроками. Вот сегодня было первое занятие, завтра будет второе, после завтра третье. И потом индивидуально на те тренеры, которые заходят, приду на их тренировки, что вот сейчас буду присутствовать, просматриваю тренировку 1994 года. Может, тоже какие-то советы, если возникли, я дам этим тренеру. Ну, думаю, что я уже больше 50 лет работаю тренером. Думаю, что что-то есть такое, чтобы помочь молодым ребятам, особенно тем, которые хотят этой помощи. Поэтому я здесь. Не видел команды, но на сборах сборной команды кадетов Украины присутствовал и работал с нами Максим Воробьев. Два его воспитателя ездили на международный крупнейший минералужный турнир в Турции кадетов. Думаю, что этот молодой человек тоже стоит на правильном пути. Раз в двух, два человека уже попали в сборную. Теперь видел два года назад, три года назад Владимир Машер, который в разные годы тренирует разные возраста. Сейчас он работает с 1996 годом, которые сегодня мне помогали проводить это практическое занятие, это так называемый мастер-класс. В разное время разные команды выиграли чемпионаты. И надеюсь, что появится все больше и больше смены в основной команде Азалмаша, потому что там только есть Бобров и Байда, который уже играет, не будем считать, Ивщина, потому что он не воспитанник, он проходил школу Азалмаша, не является воспитанником. Бобров – это тот человек, который играл за все возраста. И Байда тоже взяли с Черкасской области в раннем возрасте, так что он прошел всю полотопу, значит, два человека, можно сказать, которые были воспитаны в детском баскетболе Азалмаша. Мне очень трудно говорить о Мариупской школе, потому что я не знаю. Я только наблюдаю за отдельными командами, которые играют на чемпионате Украины, особенно 1994-1995 год, которые я просматривал. И сейчас, в 21-м, начинается финал чемпионата Украины 1994-1994 года. Этих я видел, я видел две игры этой команды. Считаю, что работает с этой командой серьезный тренер и педагог, Нестеренко Игорь, которого я знаю с юношеских лет. Это был разыгрывающий игрок в сборную команды Украины и юноши, которые выиграли в школьном спортехиаде народов СССР. Но знаю остальных тренеров, которые играли в команде Азалмаши в других командах. Это один из нескольких клубов Суперлиги, где вся структура баскетбола построена от мини-баскетбола до команды Суперлиги. И хотелось бы, чтобы такие клубы были все, чтобы не только вкладывали в дело в мужскую команду, а чтобы вкладывали деньги и усилия в развитии детской баскетболи своего будущего и будущего баскетбола Крыма. Я, как молодой тренер, за последние две недели посетил два семинара. Мысли мои такие, что всегда учишься чему-то новому, особенно когда только стал молодым тренером, новая профессия, всегда хочется узнать побольше. Если даже что-то не узнаешь, то подтверждение каких-то своих мыслей, своего опыта. То есть есть какая-то уверенность, что ты работаешь в правильном ключе. И любое общение, скажем так, оно имеет. В споре рождается истина. Как бы мнение тренеров, обмен какими-то мнениями тоже, я считаю, это положительный опыт. Проблемы тренеров, ну не знаю, не буду говорить за всех. Во-первых, в каждом возрасте есть своя специфика. То есть то, что хорошо для маленьких, уже не так хорошо, допустим, для больших и наоборот. То есть нужно учитывать специфику возраста, специфику нагрузок учитывать. Ну и плюс еще очень много нюансов, что нужно еще быть тонким психологом, потому что все дети разные. Нужно учитывать еще такой момент психологии. И все это показывают. Потом она по-саду, 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 по-саду. Рассказывается, возвращается. Какие-то пуполочки в камере отнимаются. Пуполочки, которая отнимается, не помните людей. На рождении сегодня. И представляете, на каждой... Что такое игрок, который был в застой, когда рима открылся много передачки. Я... Похренел... Я... Был, кто... И такое, что... Похренел свою землю. То же есть... Был... Добро пожаловать. Не докупрепил... По-моему, что... Он... Кресту не получил... Команда, которая очень приятно выступает на чемпионате В Петру, в первой дипломочной матче И если не в Петру, в первой дипломочной матче В Петру, в первой дипломочной матче И эти маленькие вещи 50 на 51 Один А не такую Потому что не обратили внимание, что должен был пас вперед Чтобы он его обработал Лежал, добил И мы бы победили В Петру 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 Ребята еще раз Один будет на заднюю И от этого планка Дым начинаем И вот он Поехали еще раз Удай пошли Удай пошли Удай пошли Удай пошли Удай У нас скорость Удай шторм Основенен начинку Привор Пожалуйста Взять 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 На средней линии Поехали 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 Добро пожаловать на наш канал. 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 Добро пожаловать. Добро пожаловать на наш канал.